МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Галина Буро. Сегодня в нашем выпуске. До масштабного республиканского форума остается один день. Делегаты 5-го Всевелорусского народного собрания от Грудничины уже отправились в Минск. Очередное серьезное ДТП зафиксировано в городе. Погиб 27-летний водитель Лексуса. Никто не забыт, ничто не забыто. Ночью 22 июня молодежь спустит на воду символические венки в память о начале Великой Отечественной войны. С помощью родителям. Многие юные грудницы свое лето начали с пришкольных лагерей. Кубок остается в Грудно. Сегодня прошла решающая игра Кубка Белоруссии по хоккею на траве. Грудницкая женская команда обыграла минских соперниц. Мастера малой ракетки. Команда школьников из Грудницкой области заняла первое место в республиканской спартакиаде по настольному теннису. До масштабного республиканского форума остается один день. Делегаты 5-го Всебелорусского народного собрания уже отправились в Минск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние минуты перед отъездом делегаты обсуждали друг с другом вопросы, которые хотят задать главе государства. Практически у всех было приподнятое настроение, и причиной тому стало важное для Гродно событие. Мы едем с очень хорошим настроением, потому что наш город Гродно, великолепный город Гродно, записан и будет на доске почета Республики Беларусь. За ушедший год и за ушедшую пятилетку Гродно очень много сделано и промышленностью, и культурой, да и спортом очень много. Эту планку нам придется держать, конечно, и в этом году, и в следующие годы. Этот уровень достижения нашего. Что касается обсуждаемых вопросов на таком форуме серьезном, то, конечно, вопросы здесь будут достаточно разные. Это и развитие нашего общества в целом, промышленности, бюджетной сферы. Кроме того, мэр города подчеркнул, важными вопросами на Народном Вече станут развитие туризма и спорта, малого и среднего бизнеса в нашем городе, а также социальной сферы. О результатах Пятого Всебелорусского народного собрания станет известно к концу недели. Педагог, как пример для подражания. Татьяна Литвинчик, воспитатель городского детского сада номер 78, делегат Пятого Всебелорусского народного собрания. Женщина едет на такое важное мероприятие целенаправленно и точно знает ответы на какие вопросы она хочет услышать. Более подробно в сюжете нашей съемочной группы. Воспитатель – это в некотором роде садовник, который заботливо взращивает цветы жизни. А еще это призвание, уверяют в городском детском саду номер 78. Именно здесь трудится воспитатель Татьяна Литвинчик. Историк по образованию, женщина первое время работала в школе, но вскоре выбрала детский сад. И здесь раскрылись все ее способности и умения. За активную работу и общественную деятельность Татьяну Литвинчик делегировали на Пятое Всебелорусское народное собрание. И женщина точно знает, с какой целью она туда едет. Я не могу говорить за всю область, и тем более за всю страну, но поскольку я педагог, и меня волнуют вопросы образования. Ну, в частности, меня волнует такой вопрос, как сохранить преемственность между дошкольным образованием, первой ступенью, и начальной школой. Интересует грудинского воспитателя и вопрос, как заинтересовать современного ребенка. Ведь вид передовых технологий сделает это сложнее с каждым днем. А значит, нужно прилагать максимум усилий. Она настолько любит детей, заботится о них, делает все, чтобы дети наши были не только здоровы, но и интеллектуально развиты. И сама работает над собой. Она много пишет книг, делится опытом работы на уровне района, города, области. Татьяна Литвинчик осознает всю ответственность, которая на нее возложена на нынешнем Всебелорусском народном собрании. И уверена, что получит ответы на многие вопросы. Наталья Иванченко, Анатолий Бояринцев, Новости, Гродно+. Во время проведения 5-го Всебелорусского народного собрания будет работать горячая линия. 22 июня с 11 до 18 часов и 23 июня с 10 до 13.00. Каждый желающий может позвонить и задать интересующие вопросы, высказать свои предложения. Номера многоканальных телефонов 276-00-00 и 282-00-00. Код Минска 8-017. К другим темам. Несоблюдение правил дорожного движения, желание полихачить, плохое самочувствие, маленький стаж вождения или алкогольное опьянение. Что именно послужило причиной смертельного ДТП, произошедшего сегодня ночью, еще предстоит выяснить следствию. По предварительной информации, молодой человек 1989 года рождения около двух часов ночи на «Лексусе» ехал по улице Дубко в сторону перинатального центра. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лексус», при движении по улице Дубко в сторону кольцевой развязки горького Дубко БЛК, не справился с управлением, съехав с проезжей части и ударился в стол. В салоне легкого автомобиля находился лишь водитель данного транспортного средства, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Однако через несколько часов врачи констатировали его смерть. Следователи и эксперты продолжают работу над этим делом. О ночном происшествии до сих пор напоминают разбросанные камни и следы, оставленные автомобилем. Очевидцы утверждают, что «Лексус» на кольцо въехал с явным превышением скорости. Продолжаем выпуск. Завтра в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 75 лет назад, в ночь на 22 июня, начался отсчет четырехлетней борьбы. Молодежь и сегодня не забывают об этой дате. Ежегодно 22 июня активисты БРСМ проводят акцию «Никто не забыт, ничто не забыто». В 4 часа утра молодежь выходит на правый берег Немана и спускает на воду венки с зажженными лампадками. Сегодня шла подготовка к акции. Члены первичной организации БРСМ Грунинского института развития и образования сплели 22 венка из сосновых веток. Это своеобразный символ памяти молодежи о бессмертном подвиге советского народа. Акция проходит уже в пятый раз. В ней принимают участие студенты, солдаты и представители правоохранительных органов. Присоединиться к символическому мероприятию может любой желающий. С каждым годом количество участников акции возрастает. И данной акцией мы хотим показать, что мы помним о тех людях, которые погибли в первые дни, в первые часы войны. И чтим их память. И присмотрят, и развлекут. Большинство юных грудниц в первый летний месяц проводят в пришкольных лагерях. Традиционно там для ребят подготовлена насыщенная спортивно-развлекательная программа. Наша съемочная группа посетила один из лагерей города и спросила мнение детей по поводу такого летнего отдыха. Четвероклассница Милена Змитриевич не представляет своего лета без оздоровительного лагеря. Начиная с первого класса, девочка посещает пришкольные лагеря. Причем делает это с удовольствием. Уверяет, что в лагере своя атмосфера. Мне нравится, что мы ходим в кинотеатр, в драмтеатр, в кукольный театр, что мы ходим в зоопарк, мы играем в разные игры, устраиваем разные гонки. Оздоровительный лагерь на базе городской начальной школы номер один работает с 1 июня. В этом году здесь отдыхают 115 человек, ученики с первого по четвертой классы. В лагере ребята проводят время с 9 утра до 5 вечера. Работает дежурная группа. Если родителям необходимо, то с 8 до 9 и с 17 до 18 дежурный воспитатель принимает детей и также задерживается дольше остальных для того, чтобы потом передать детей родителям. Пришкольный оздоровительный лагеря – это настоящее спасение для тех родителей, которые летом работают. Им не с кем оставить детей. А в лагере за ребятами и присмотрят, и развлекут. Ни одного дня не проходят без различных мероприятий, экскурсий и спортивных соревнований. Здесь много друзей, весело, очень интересно. Мы каждый день ходим в разные места. Например, в пятницу мы ходили в кукольный театр. Там было очень интересно. Мы всегда что-нибудь делаем, то есть не сидим на месте. Для многих ребят пришкольный лагерь – это отправная точка. Старт для веселого лета. Большинство потом разъезжается в другие лагеря круглосуточного пребывания или к бабушкам и дедушкам. Наталья Иванченко, Юрий Дубовик. Новости. Гродно+. К новостям спорта. В Гродно завершился второй день Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Сегодня прошла игра между Гродненским хоккейным клубом «Ритм» и столичным «Минском». Хозяева поля завоевали победу со счетом 2-0. Завтра гродненки встретятся с командой Исмолевичей. Но именно сегодняшний матч считается решающим. Выиграть у «Минчан» для гродненской команды было принципиально важно. И уже можно сказать – Кубок Беларуси по хоккею на траве остается в Гродно. Команда очень сильная, потому мы всегда с ними бороемся за первое-второе место. В прошлом году мы им выступили, в этом году выиграли. И хочется еще завтра выиграть Смолевич, чтобы уже действительно стать обладателем Кубка Республики. К слову, гродненский ритм на днях вернулся с чемпионата Беларуси по хоккею на траве, где в 23-й раз стал победителем. После напряженного чемпионата сегодняшняя победа спортсменкам далась непросто. Передышка была очень маленькая, всего лишь суббота-воскресенье, так как мы в пятницу поздно ночью вернулись. Ну, как для спортсмена, как бы два дня – это очень мало восстановления. Но я очень рада, что команда на сегодняшнюю игру, принципиальную игру, настроилась, и мы вырвали все-таки борьбу и победу эту. Пять медалей из шести возможных. В Гродно состоялась республиканская спартакиада школьников по настольному теннису среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения и моложе. Для наших ребят соревнования оказались самыми удачными за последние несколько лет. Из шести золотых медалей теннисистам из Грудницкой области удалось собрать коллекцию из пяти наград высшей пробы. Причем, заняв первое место, они победили с большим отрывом. Почти сто очков отделяют наших юных теннисистов от второго места. Соревнования проходили по трем видам – командные, одиночные и парные. Татьяна Чековая, Анастасия Голубович, Егор Чекель и Георгий Кунац продолжают усиленные тренировки. Победители республиканской спартакиады готовятся к первенству Европы по настольному теннису, которая уже совсем скоро пройдет в Хорватии. Эта победа далась нелегко, потому что все выигранные виды нами были достаточно достигнуты в очень упорной и тяжелой борьбе. За последние лет 5-6 мы первый раз выиграли общий командный зачет. Это для нас большое достижение, но это наш возраст 2001 и 2002, поэтому мы взяли свое. На этом выпуск завершен. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grudnoplus.tv.by Если вы хотите поделиться с нами интересной новостью, звоните на номер 77-33-04. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова